hello everybody this is vladimir your tour guide in los angeles и сегодня проедусь я по даунтауну давно что-то не заезжал знаете в центр города а тут занесла нелегкая но вот для начала на улицу пику так сказать где-то там далеке еще покажутся небоскребы но я вот в этих местах редко на самом деле бываю сейчас работаю над материалом но как бы трешевые лос-анджелес то есть город который никто особенно не показывает никто особенно не видит дай думаю посмотрю поеду тем более что феврале месяц такой медленный слоу как здесь говорят дай-ка заверну вот сюда посмотрю что здесь потому что ну как все считают даунтаун это небоскребы белые люди при галстуках там все такое прочее а про вот этих вот не несчастных живущих в этих местах не что-то никто понятия не имеет я вот вырос в городе люберцы там был такой котельнический переулок очень сильно мне напоминающие где все эти вот места в даунтауне мне сегодня очень сильно напоминают этот переулок там тоже были сплошные индустриальные какие-то дела завода склады и базы автобазы автобусные грузовые складские однако тут встречаются ведь такие еще и совершенно из подобные здания но напротив такой прям серьезные граффити стоит так это у нас пика улица ну ладно проедем посмотрим все таки наверное это какое-то былое величие лос-анджеса в двадцатых годах вот именно так тогда все это здесь и выглядело прошел сегодня ночью дождь что хорошо лос-анджесе дожди дожди идут исключительно ночью днем встаешь все уже подсохло не надо тебе никаких надворников и щеток на окна вешать на стекла чистить как-то все очень удобно ну наверное из-за того что такая вот удобная жизнь так свернем сюда посмотрим что у нас здесь есть такое творится ну как бы да бомжик один сидит там жует чего там это наверное его все хозяйство такое ну давай уже проезжаем а мы глянем на улицу это тауни стрит называется вполне такая в общем я вам скажу даже приличненько на всяком случае не очень грязная ладно продвинемся дальше сейчас происходит такой gentrification так называемая в лос-анджелесе это когда большие корпорации выкупают землю земля знаете никогда не дешеве этот хороший такой хитч защита своих активов если денег до хрена то в общем надо куда-то их девать правильно поэтому даже если просто купить землю и ничего с ней не делает то на всяком случае худо-бедно растет или не падает в цене ну а потом если еще и поставить что-то так тут уже кто-то там что-то собирает ну вот это впереди мне красота открывается типичная такая улица сан педро и вот это мне очень сильно вот впечатляет нравится то есть такой вот себя лосик да мечта поэта я думаю надо было михаила горбачева прежде чем он там свою перестройку затевал на самом деле сюда отвезти выбросить его здесь пусть походил бы с этими людьми пообщался а потом боже пошел куда надо они в перестройку так 9 стрит ну ладно по 9 это кстати цветочный район где продают цветы разного рода цветы из всех стран которых производят попадают но в европе амстердам по моему здесь попадаются прямо в порт лос-анджелеса и оттуда разбегаются по всем остальным уже местам в данном случае вот на улицу сан педро и 9 и тут все магазины цветочные закупаются в оптовом порядке кому нужно на кладбище венки это тоже все здесь это здесь в три дешево они в три дорога потому что если заказывать где-то спасаем понимаете сервис сегодня стоит денег сам продукцию денег но вообще честно говоря не не стоит а вот сам обслуживание сервис транспорта это все как-то общем дает серьезный прибыль короче какой-то похоронный отделом основном я смотрю что то ну наверно там есть и нормальные цветы но как вот здесь да допустим ну так вот с сердечками 8 стрит подсолнухами можно обзавестись ну в общем да блумин флауэрс блумин флауэрс мэрис флауэрс короче цветочный район продолжаем свое движение тут вот на фоне венков небоскреба стоят вообще конечно фотографу с хорошей камерой сюда приехать в такой серенький светлый денек или солнечный это одно удовольствие на собирать на щелкать можно таких кадров из которых можно потом сделать фильм это называется в америке money shot это когда вы сделали какую фотографию и так там вот на лево на 6 нельзя это скидроу начался уже но я повернусь здесь налево это где компактненько проживает огромное количество бомжиков около по моему 10 тысяч человек живет здесь на улицах ну да что и говорить началась весна до тут такой народе своеобразный конечно скидроу полон художественных изделий я думаю чё ж мои картины то последние 10 лет никто не покупает при демократическом управлении особенно да потому что все очень легко объясняется ну вот тоже еще ребята блин что же за дороги то е-мое а да ну и впереди вот сверкает свои антенны небоскреб это интерконтинентал это или интерконтиненталь бывшие виллшир грант купленные карены airlines и выстроенный такой стекляшка самое высокое здание кстати говоря на сегодняшний момент в калифорне это учитывая антенну 350 метров тут же вот такие вот не очень удачные ребята живут всего в дистанции наверно 800 метров данным протискиваемся дальше по улице лос-анджелес наверное надо тоже проехаться глянуть как она выглядит но вот что интересно приближаясь к центру так сказать к улице бродвей там ситуация несколько улучшается мне наверно проеду я до бродвея чтобы там уже и закончить наш короткий трип с восточной части в западную лос-анджелеса то есть вот здесь уже gentrification так называемый работает в полный рост то есть корпорации скупают землю а также здания может даже они их и не заселяют а просто они стоят но во всяком случае за ними как-то наблюдают поэтому потихонечку 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 вот эти эти бомжи и все эти дела вот эти страшные они конечно вытесняются вытесняются в сторону здесь вот снимать фильмы не надо вообще никаких декораций блин просто гениальная бен слов у меня не хватает на самом деле пойдем до бродвея когда-то да было не стыдно тут красавицу свою жену на rolls-royce прокатите зайти в ювелирный магазин купить ей там каком-то ожерелье из этого типичная тоже картинка где фильмы можно снимать как регулярно ну и view view как же без него если лос-анджелес то полиция за кем-то обязательно гоняется чем тут делают я понятия не имею но по стрелушке тут случаются и регулярном ну вот это банковский квартал так называемый spring и main street это да куда люди приносили своим да что-то я там смотрю в заднем зеркале отражается едет какая-то view view парамедики на любой вызов в америке приезжают сразу три машины это пожарники первые потом парамедики и потом полицейские ну мало ли вдруг пожарники с парамедиками подрались и нужно восстановить порядок я не знаю почему не по троем в троем ездят но такая традиция тут же аптека кстати фармасе сегодня вот эти все и 7-11 и разного рода три шопы все бы выходили сегодня из и из бизнеса потому что люди воруют натурально приходят вот эти вот которые тут стоят ну на нем заходят и на 900 долларов можно наворовать это не называется преступлением это называется проступком то есть мисс де минер и в результате полиция даже связываться не будет ну может она за угол завезет и отпустит никто там никого дела заводить точно не будет так но мы будем поворачивать сегодня на бродвей понимаешь аль нет ну да вот когда начинает капать с неба то местного населения начинает капать в голове как как водить автомобиль по сколько поверхности блин к сожалению никто из них не догадывается или не знает как ну это вот значит там где раньше были кинотеатры видите написано хесус кристо хесу кристо эс эль сеньор эс эль сеньор это церковь теперь а раньше когда-то это был кинотеатр вот здесь вот был трамвай бегал вот сюда сюда ездили они тут вот в этих многоэтажных зданиях тогда небоскребах жили богатые люди ходили на работу в даунтауне город был на 99 процентов европейским то есть белого цвета афроамериканского населения в лос-аджесе долго не было пока 60-е годы не стали строить лонг-бич и мексиканцы пришли сюда где-то примерно в 1990 годах вот когда перестройка хлопнула по всему миру вообще случилась беда кроме конечно некоторых стран типа сша у них наоборот и вот сюда хлыло огромное количество кстати вон там без водительные автомобиль едет в ему называется сейчас они уже возят людей за деньги то есть такой такси драйверлась такси я не понимаю что у нас случилось с автобусом вот еще один блин едет драйверлась интересно него есть там нету ни хрена у него водителям вот таких скоро будет полно и водители теперь такси и убера могут начинать задумываться куда им теперь идти потому что очень скоро за ними будут приезжать автомобили без водителя ну вот пожалуйста вам вам бродвей аркада так называемая какой-то крендел идет уже перебрал явно какой-то штучки будем считать что он а может он и больной человек действительно только помощи ему явно никто не окажет ну наверно да он просто несчастным у него какие-то проблемы с движением но тем не менее ему конечно нужен какой помощник но поскольку страна как вы понимаете пишется с большой буквы я да ай one man army то есть я все могу то извините меня в общем пока вы помощи не попросите и вам особенно показывать помогать эту помощь оказывать никто не будет вот такой своего рода гом сум американские в двадцатые годы сейчас такая полупомойка старается немножко изменить и вот вам бывшие тоже кинотеатры как вот этот рокси например и бывшие сувенирные магазины-рестораны ювелирные магазины и многое другое но теперь это все общем немножечко упростилась во внешнем виде белого человека вам тут видать точно не видать но если вы конечно со мной пойдете на экскурсию я вам покажу пару белых человеков но принципе да именно в 90-е годы бродвей начал заметно меняться и в результате того что хлынуло огромное количество миграции из мексики через просто речку рио-гранда перешел перепрыгнул переплыл и вот ты уже в америке и дальше в общем в даунтаун так вот белый город считайте вот ну такой ленинский проспект в москве или тверская например дал представьте что однажды она заселилась нелегальными иммигрантами и туда больше москвичи не ходят вот примерно такая же история случилась и в лос-анджелесе лос-анджелинус в даунтаун вот сюда именно не ходят но стоит сделать буквально 200 шагов туда вот налево к небоскребам да и вот перед нами стоят и роскошные совершенно вещи сейчас я наверное повернул здесь налево и тут мы уже закончим наш тур mercado central или центральный маркет мексиканский где можно отведать все мексиканская еды сейчас воскресенье утром еще народу немного мне нравится здесь свиные головы вот эти классные но потом в общем когда зайдете внутрь вы увидите огромное количество вкусняшек разного рода кинотеатр называется one million dollar ферра был построен 1917 году верху конечно жилые апартаменты где жили очень богатые люди типа рудольф валентина грета гарбо чарль чаплин и т.д. но сегодня тоже закрыт потому что кино ушло из из даунтауна давно еще в 50-е годы с появлением телевидением а и телевидение и кино было черно-белое кстати вот снимается кино раз мы в лос-аджес то явно голливуд где-то здесь за углом да присутствует но прям данном случае прям перед нами его присутствие наблюдается и вот тут снимают фильмы даунтауну воскресенье очень любит снимать фильмы потому что трафика как бы нет никто никуда не ездит и можно спокойненько поснимать фильмы так ладно отъедем чуть-чуть отодвинемся чтобы этих ребята виднее конечно стоят там полицейские на охране ну и тут все остальное прочее как кино снимается кино прям перед нами жилой квартал кстати говоря вот тут уже более-менее прилично тут всего буквально 100 метров сделать в бок и у вас уже будет совершенно другой вид ну вот пожалуйста чем вам не картинка что ж уважаемые путешественники пожалуй на этом мы наш тур на сегодня и закончим а будет возможность заглядывать и еще я вам покажу много другого интересного пока пока